Добрый день, дорогие друзья! С вами я, епископ Эльвер Траткин, и наш канал «Взгляд с небесным». Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы вам первым приходили оповещения о новых программах. Сегодня наш проект, мы продолжаем его «Неизвестная Сибирь, неизвестная Россия». И опять наш удивительный рассказчик Александр Франц, епископ Литеранской Церкви, город Барнаул. Александр, чем порадуете сегодня? О чем расскажете нам сегодня? Здравствуйте! Я рад, что вы мне предоставляете такую возможность продолжить наше такое длительное повествование. Ну, вот как минимум трехсотлетнее. Я не знаю, просто доберемся мы до конца или нет. Но если слушатели не устанут, то, может быть, какую-то часть мы еще расскажем. Сегодня я хотел рассказать про второго лютеранского пастора, приехавшего и служившего на Алтае. Вот первым пастором у нас был Агангут Леплеубе, который начал служение с 1751 года и потом стал горным инженером, мы о нем говорили. А вторым пастором, приехавшим ему на смену, был, вот в отличие от Леубе, он был не немцем, он был шведом по национальности, Эрих Густав Лаксман. Его иногда ошибочно называют финном, но это неверно. Почему его называют финном? Он родился в городе Нешлот, тогда назывался Нешлот, Нешлотская крепость. Сейчас называется город Саванлина в Финляндии. Но тогда эта часть Финляндии относилась к Швеции, и его родители были шведами. Его мать была домохозяйка, у них была большая многодетная семья, а отец будущего алтайского пастора, он был, можно сказать, таким мелким торговцем, мелким предпринимателем. Густав Лаксман, он довольно рано умер, он как-то загадочно утонул, и получилось так, что вот забота о братьях и сестрах, она как раз легла вот на Эрика Густава Лаксмана, потому что он был старше в семье, ему нужно было помогать матери, ему пришлось бросить учебу, он учился в университете города Або, и пойти служить помощником пастора там же на территории Финляндии, помощником лютеранского пастора на селе. Он получал 24 рубля в год, и вот как бы этими деньгами старался помогать своим братьям, сестрам, матери, но он всегда стремился выбраться из нищеты, ему такая возможность, как ему показалось, представилась, его пригласили в Россию. В России его пригласили в качестве капеллана, военного священника, в Галштинские части Петра Третьего. Петр Третий собирался воевать с Данией за Шлезвик, за датское наследство, и должен был состояться поход русской армии через германские земли, вот на театр военных действий для войны с Данией. Он приехал ради этого в Петербург, Эрик Густав Лаксман, чтобы идти полковым священником вместе с этими воинскими частями. Ну вот Петра Третьего не стало, соответственно, идея похода, она развалилась, и он оказался в Санкт-Петербурге безработным. Но ему опять повезло, его взял к себе, был такой Антон Фридрих Бюшинг, это крупный теолог лютеранский, славился он и как педагог, за что его пригласили в Россию. Он фактически создавал Петришули, вот эту известную школу лютеранскую, ну где обучались не только потом уже дети лютеран, дети петербургской знати, и он взял его к себе в школу преподавать. Какое-то время он там преподавал, но потом опять же вот по протекции Бюшинга получилось каким образом, что Бюшинг прознал, что на Алтае открылась вакансия пастора. Вот на смену Леоба ищут другого пастора, горное ведомство, это была государственная служба, и он предложил кандидатуру Лаксмана, Лаксман с удовольствием согласился. Ну вот как вы думаете, почему он согласился? У меня нет даже идей, слушайте, я заслушиваюсь вас. У него было две причины, во-первых, Лаксман очень сильно интересовался наукой, он был таким ученым, начинающим естествоиспытателем, и он хотел побывать, ну как бы на землях, где европейских ученых еще не было никогда. Он дружил, например, с Карлом Линеем и с Иоганном Бекманом, и вот эти два ученых с мировым именем, они подталкивали Лаксмана к путешествию в Сибирь. Сам Карл Линей говорил, вы будете моими глазами и руками там, в этих далеких землях, я не смогу побывать, и пожалуйста, не прерывайте связь со мной, он говорит, пусть Всевышний вам пошлет ваше вот это рвение, чтобы вы продолжали заниматься наукой. И вот, наверное, Лаксман бы поехал, наверное, бесплатно бы в Сибирь, ну как бы если бы кто-то ему как бы оплатил, ну а раз здесь как бы предполагалось, что это можно совмещать со службой пастора, Лаксману предложили оплату за его пасторский труд, ну это был оплат официальный, 17 раз больше, чем он получал в Финляндии. Ему предложили 400 рублей, ну 400 рублей в год это вот, ну если вот вспомнить, да, что он получал помощником пастора в Финляндии 24 рубля, из 24 рублей перейти на 400 рублей оплаты годовой, ну как бы и плюс 100 рублей ему еще выделяла ежегодно Российская Академия Наук за то, что он соглашался быть их корреспондентом в Сибири и присылать оттуда какие-то научные сообщения. Вот в общей сложности 500 рублей ему посулили, их выплачивали, и он с удовольствием согласился, перед поездкой он решил жениться, ну как бы не боже пастору отправляться в такое дальнее путешествие без жены, он женился на дочери полковника российской службы, тоже шведа по национальности, Руненбурга, на крестине Маргарите Руненбург, их Бюшенко обвенчал, и вот они в январе, а, ну плюс ко всему он взял еще с собой свою маму из Финляндии, ну как бы с дальним нерноприцелом, он решил ее в Сибирь увезти, Елену Фабрициусу, Фабрициусу, у нее была девичья фамилия, и они в январе выехали, и в марте они только добрались до Алтая. Это ехали санным путем, естественно, приехали на Алтай, здесь на Алтае ему дали дом, ну как служебную квартиру пасторам, по контракту ему было обещано годовой запас дров, ну это вот как сейчас, например, сельским учителям там возмещают коммунальные расходы, а тогда вот пасторам просто на год выделяли там сколько-то нужно поленить дров для отопления, и выделялся годовой запас свечей. Это вот как бы, ну сейчас сказали бы, возмещали расходы за электричество, а тогда вот выделяли такие большие вот пучки эти свечей связанных такие. Ну да. Лаксман по приезду, ну он познакомился, естественно, с паствой, представился местному начальству, он пишет, встретил теплый прием, ну потому что, как бы, служба ему была знакома, люди, которые здесь трудились, они сами имели многие хорошие образования, все свободно говорили по-немецки, и Лаксман тоже, то есть как бы у него не было какого-то такого языкового барьера, а вообще Лаксман говорил на 17 языках. Ух ты! письмо, Лаксман отвечал на эти письма, он писал, ваше письмо получил, сидя в саду со своей женой, когда мы лакомились первым урожаем дым. То есть до этого никто дым здесь не выращивал, это первый начал делать Лаксман, он постоянно отправлялся в дальние путешествия, потому что, ну, во-первых, для этого все было экипаж, государство все оплачивало, ну и как бы делал, естественно, это под предлогом навещать прихожан, проводить богослужения на разных заводах, потому что округа была большая, и он доезжал фактически до границ Монголии. Он такие длительные путешествия многомесячные совершал, иногда пренебрегая своими пастерскими обязанностями, то есть паства его и дело мало, вот, больше он проводил время именно в поездках, и иногда даже горное начальство его за это отчитывало, что вот вы опять собрались в поездку, вам нужно постоянно находиться в Барнауле. Он здесь подружился с местным врачом по фамилии Теле, с местным аптекарем Брантом, они вместе занимались научно, они ставили химический опыт вдвоем в Барнауле, и познакомился он, в частности, вот с Ползуновым, который вот уже в то время, во время пребывания здесь Лаксмана, пытался построить первую в России паровую машину при, как раз при сереброплавильном заводе. Он ходил эту машину обозревать, Лаксман машиной восхищался, говорил, что машина встроится на манер английской, ну, естественно, какая-то она там самобытная конструкция у нее. Он восхищался трудом Лаксмана, вот воспоминания, Лаксман восхищался Ползуновым, и в его письмах он как бы об этом упоминает. Вот в таких вот его дальних путешествиях, где он совершал свои научные открытия, у него умерла первая жена, вот эта Кристина Маргарита Руменбург. Ну, фактически, наверное, может быть, частично был в этом сам Лаксман виноват, потому что он навсегда таскал за собой, а путешествия были достаточно трудные, условия там были, ну, скажем так, приходилось ночевать и на свежем воздухе, ну, длительные были поездки, она умерла, и он по приезду в Барнаул женился вторично, вернувшись. Он похоронил свою жену в районе Селингинска, туда, ближе к Бурятии, и вот когда он вернулся в Барнаул, он женился на женщине, которую называют Екатерина Рут. Что это было за женщина, мы не знаем, есть такие только вот смутные догадки, откуда она происходила. От первой жены у него было два сына, родилось, от второй жены у него было семь детей. У него была дочь Мария, и вот первый сын у него Густав, второй Адам, потом у него родился Касьян, Константин. Ну, вот он как-то, легко у него получалось не только с открытиями, но и с детьми. Детей он всех своих обучал сам, обучал он также детей в бурнозаводской школе, дети у него находились на домашнем воспитании, он их всех приучил к своим путешествиям, они потом, дети его сопровождали в путешествиях. Он долго служил на Алтае, и вот потом, наверное, его научные интересы стали затягивать больше и больше. Он отправлял Гербари, Гербари он отправлял в Швецию, в Шведскую Академию Наук, отправлял в Санкт-Петербург, писал научные статьи для европейских журналах, и его выбрали сначала академиком Шведской Академии Наук, но его выбрали не потому, что он был шведом, а потому что, во-первых, это был большой вклад в науку, а его выбрали, как он принял уже подданство России, его выбрали как российского подданного. Тогда в Шведской Академии Наук было только два иностранных члена. Первым академиком Шведской Академии Наук был Ломоносов, а вторым академиком стал Лаксман. От России там представляли только два наших человека, Ломоносов и Лаксман Алтайский пастор. Потом его избрали в Петербургскую Академию Наук, и вот когда его наука стала затягивать, она на самом деле его затягивала, потому что он постоянно открывал какие-то новые виды растений, он открыл их несколько десятков, он открыл много видов новых минералов, он собирал и минералогические коллекции, он открыл там три новых животных, например, он написал азиатского бурундука, которого до него никто не отнесывал, открыл такое животное среднее бурозубка, еще называют бурозубка Лаксман, и открыл такое животное, которое сейчас называется алтайский цокор. Это такой крупный грызун, чем-то отдаленно напоминающий либо вомбата, либо бобра. Лаксман за ним гонялся несколько лет, сначала он нашел в окрестностях, на Алтае в окрестностях деревни Панюшова его трупик, этого животного, а потом несколько лет пытался найти живое животное, в итоге он их в окрестностях Зменогорска отловил два экземпляра, привез в Барнаул и держал у себя дома, изучая. Он, наверное, казался другим странным пастором, там доходило до того, что даже вот какое-то неприятие определенное появилось. Например, некоторые офицеры приказывали своим денщикам специально запускать лошадей в его сад, чтобы они все потоптали там в саду у него и все поломали. И Лаксман жаловался горному начальству, он говорил, господа офицеры ведут себя как... Он писал, как скоты. Но тогда он это употреблял не как какое-то ругательное слово, он употреблял как значение, не имеющее рассудка, не понимающие его этих опытов. И он говорит, я знаю, кто это сделал, но не буду называть их по имени, он писал, потому что ведь потравленного уже не вернешь, он писал так. И вот когда научные опыты его затянули, а он еще, кстати, здесь изобрел новый способ получения соды, он его описал, этот способ получения соды, ну, в письмах своим европейским корреспондентам, ну, как бы сода, он ее изобрел попутно, своим опытом, она ему особо была не нужна, то есть это такое было нечаянное изобретение. И о его изобретении соды забыли. И через 27 лет этот способ получения соды во Франции повторил французский ученый Леблан. Он не знал об открытии Лаксмана, он заново изобрел вот этот способ получения соды. И во всем мире его знают как Леблановский способ получения соды, потому что Леблан его запатентовал. И вот такая ирония судьбы, мы с вами как-то говорили, по-моему, в прошлой передаче про династию прангов, которую построили на Алтае так вот они привезли из Санкт-Петербурга Леблановский метод получения соды. Хотя, по сути дела, это был метод Лаксмана. И вот получается, что Лаксман на Алтае открывал этот новый способ получения соды, а через 27 лет на Алтае строят завод содовый, единственный в России. Вот как бы так вот, почему-то тут дважды дважды пересекается эта история с содой. Он открыл новый способ получения стекла. Это был такой щадящий способ, который не губил природу. И он потом этим опытом воспользовался. И вот когда он закончился срок его службы, они вместе с семьей выехали в Санкт-Петербург. Какое-то время жили там. Он как бы был представлен всем, всему вот этому научному сообществу. Работал в Академии наук. Но потом у него вышел конфликт с одним из руководителей Академии наук. Ну и плюс ко всему, наверное, Лаксман отчасти тяготился этой столичной жизнью. И они переселились в Иркутск. И вот в окрестностях Иркутска, ну такое было местность Тальцы, ее называют. Вот там Лаксман решил построить стекольный завод. Потому что у него была уникальная технология производства стекла, которой не было ни у кого. Она как бы самим была изобретена. Но у него, естественно, не было денег, чтобы построить завод. И он подговорил одного купца, который тогда из Каргополя перебрался в Иркутск. У купца были деньги, и он предложил ему стать компаньоном. И они вместе построили содовый завод. То есть как бы технология была Лаксмана, деньги были этого купца. Они стали два совладельца этого завода. Вот этого купца звали Баранов. Позднее этот купец станет первым правителем Русской Америки. Даже уехав руководить этой Русской Америкой, он оставался совладельцем стекольного завода «Лаксман». И Лаксман поддерживал с ним отношения. Лаксман даже иногда полушутливо писал. Он говорит, вы можете совершать столько открытий в этой Америке. Он говорит, наверное, я уже из России поеду к вам в Америку. Я тоже хочу там делать открытия. Они вели переписку с Барановым даже после его отъезда в Америку. Стекольный завод действовал успешно. Он производил не только листовое и стекло, естественно. Он производил посуду, производил специальные какие-то емкости, бутылочки, скляночки. Все это широко продавалось. Завод приносил прибыль. Но вот «Лаксману» этого было мало, потому что он все-таки был меньше предпринимателей, больше ученый. И вот ему еще раз, наверное, как ему кажется, повезло. Потому что он постоянно пребывал в разъездах. Он с детьми куда-то постоянно ездил, совершал новые открытия. И получилось таким образом, что у берегов России на Дальнем Востоке потерпела крушение торговая шкуна японская, случайно прибила к берегу штормом. Шкуну разбило, а моряки спаслись. Не все, часть команды спаслась. Владельцем этой шкуны был Дайкакуу Кадаю, такой японец. Их привезли, всех японцев привезли в Иркутск, потому что там проживал генерал-губернатор Пиль. Ну и как бы привезли, чтобы губернатор решил судьбу этих японцев. А вот губернатор, наверное, не знал, что делать с этими японцами, что он мог с ними сделать? Оставить их жить в России. А «Лаксман» придумал, он взял этого старшего японца, ну как бы все японцы уже начали учить русский язык, а «Лаксман» решил выучить японский язык с их помощью. И он взял вот этого старшего японца, Кадаю, и предложил ему такой способ, как они могут вернуться домой. А как они могут вернуться? Никак. Япония закрытая страна, никто туда не имеет права плавать, только японцы разрешали заходить в свои порты к голландским кораблям. А других европейцев никого не пускали. Это, ну, под страхом смертной казни никто не мог въехать в Японию. И как вернуть этих японцев назад? И он предложил Кадаю поехать с ним в Петербург, представить его, ну, как сказать, руководству страны, и чтобы, ну, похлопотать за их возвращение в Японию. И они отправились по дороге, они с дайкакую Кадаю заезжали в Екатеринбург, и там есть вот такое глухое воспоминание этого Кадая, потому что вернувшись в Японию, и потом в итоге, предваряя такой спойлер, они вернулись в Японию. Он написал книгу воспоминаний, и он пишет, что по приезде в Екатеринбург мы остановились в доме одного известного купца, который торгует кожами и костью. Это купец торгует в Санкт-Петербурге и в Екатеринбурге. И он является, там написано, он его называет Иваном Рите, но переводчик пишет, что по всей видимости, ну, как бы это следует транскрибировать и читать, как Рут. Он пишет, что этот Иван Рут приходился дяде и жены Лаксмана. Вот, может быть, корни второй жены Лаксмана, они как раз и идут из Екатеринбурга. Ну, я пытался найти, но пока вот в Екатеринбурге я не могу найти следов этого купца. И вот через Екатеринбург они добрались до Санкт-Петербурга. Он договорился с канцлером Российской империи, чтобы ему организовали встречу с Екатериной Второй. Встреча эта состоялась, правда, им пришлось долго ждать. Лаксман заболел, находился при смерти, и японец его выходил, потому что японец был при нем неотлучно. Ну, вот как-то удалось, удалось, вот, удалось Лаксману справиться с болезнью, с этой смертельной. Они были представлены Екатерине Второй. Это было такое большое представление при всем дворе, то есть это была встреча не наедине. Вот, и когда он был представлен, японец встал на колени, на коленях он подполз к Екатерине Второй и стал лизать ей руку. Все придворные перепугались, потому что, ну, как-то было не принято. Он так страстно лизал ей руку. А Лаксман пояснял в это время, что он оказывает ей почести, сравнимые с почестями японского императора, потому что в Японии принято лизать руки. Большим людям. Ну, Екатерина этому умилилась, а дальше она попросила Кадаю спеть. Почему ей захотелось, чтобы японец спел? Он стал петь, он пел какую-то жалостливую песню японскую, народную. И Екатерина Вторая заплакала. И как вот потом Кадаю пишет в воспоминаниях, она произносила все время одно слово по отношению Кадаю. Она говорила, Кадаю пишет, беднязка, беднязка. Она ему говорила, бедняжка, бедняжка, ты мой бедняжка. Она разрешила снарядить за счет российского государства дорогостоящую экспедицию в Японию и этих японцев отправить назад. Ну, как объяснил Лаксман, заодно побываем в этой стране, установим торговые и дипломатические отношения, ну и вот будем как бы извлекать из этого прибыль. Но Екатерина не пустила самого Лаксмана. Она сказала, вы большой ученый, вы нужны нам здесь. Но она поставила во главе экспедиции сына Лаксмана, Адама. Это его второй сын, рожденный в городе Барнауле, крещенный в Барнаульской лютеранской церкви. Ему тогда было 23-24 года. Он уже находился на военной службе. И она его поставила во главе этой экспедиции. Экспедиция вместе с этими японцами на шпуне надежда достигла берегов Японии. Долго, и, конечно, японцы их не хотели пускать внутрь страны. Но потом им организовали встречу с Согуном, который фактически управлял тогда Японией. Встреча как бы прошла достаточно результативно. Лаксман там всем понравился, Адам Лаксман. Его тепло в итоге принимали. И была достигнута договоренность, что раз в год российские суда могут заходить в японские порты и осуществлять торговлю. Это было выгодное соглашение. Голландцы этому противились, потому что они хотели монополизировать торговлю с Японией. Но вот Лаксман этого добился. С этим экспедиция вернулась. Японцев, которые они вернули на родину, сразу посадили под домашний арест. И они до конца жизни жили под домашним арестом. Потому что японские власти считали, что они ничего не должны рассказывать о тех странах, где они побывали. Мало ли там, что они там расскажут. Но к ним были представлены специальные песцы, которые за ними, песцы и художники, которые за ними записывали, что они видели в этой загадочной стране России. И по их рассказам они пытались зарисовывать, как выглядят дома в России, какую одежду носят жители России. Там, например, японцы пытались, по рассказам японские художники, попытались воспроизвести памятник Петру Первому, так называемый медный всадник. Есть у них зарисовки, они представляли, как может выглядеть Екатерина. Это довольно забавные, вот я думаю, как бы вы их покажете, эти изображения, вот в рамках нашего этого разговора. Очень интересные такие самобытные японские рисунки. Они пытались зарисовывать вилки, которых они никогда не видели. Они тоже так выглядели диковинно, для них такие приборы столовые. И когда экспедиция вернулась, получилось так, что Адам Лаксман должен был доложить Екатерине Второй, состоявшаяся экспедиция. Они вместе с отцом, Эрихом Густавом Лаксманом, первым лютеранским пастором, вторым лютеранским пастором здесь на Алтае, они опять прибыли в Санкт-Петербург, были награждены, повышены оба в званиях. И Адам Лаксман передал Екатерине Второй три сабли, три меча, или три катаны, как трудно назвать, таких вот холодное оружие, от японского императора, вот дар российской императрицы. Она этот дар приняла, естественно, не знаю, где они сейчас хранятся, эти мечи, но она разрешила семейству Лаксманов изображать, они были не родовиты, они не были дворянами, но она разрешила им изображать на их семейной печати. Вот с тех пор на печати семьи Лаксманов всегда изображались три меча, подарок японского императора. А дальше Лаксман возвращается в Иркутск, продолжает жить при своем стекольном заводе. Сын Лаксмана возвращается к своей службе, он служил на Дальнем Востоке. И вот дальше происходит такая, ну, я бы назвал такая мистическая история. Почему? Там расходятся версии. По одной версии Лаксман упросил такие российские правительства побывать теперь уже самому в Японию. Ну, я имею в виду Лаксман отец. А по другой версии он как-то решил, ну, не то, что самовольно, но как бы на свой страх и риск начать готовить эту экспедицию в Японию. И вот однажды он возвращался из Санкт-Петербурга в Иркутск и по дороге, не доезжая Тобольска, он якобы умер. Почему якобы? Потому что он ехал один, ну, то есть он нанимал, естественно, навозчика, который его вез зимой вот этим санным путем. Было очень холодно. Никто его больше не сопровождал. Ну, как вот обычно там ни дети, ни жена. Они там, ну, часть детей у него уже жила уже тогда в Санкт-Петербурге, служила по военному ведомству. А вот другая часть детей вместе с женой жили в Иркутске при стекольном заводе. Ждали отца. И вот, как рассказывает Возница, он говорит, мы доехали до имской станции, и там нужно было менять лошадей, можно было отогреться, был сильный мороз. А он говорит, а мой пассажир не вышел из Возка. Возница попытался заглянуть в Возок, ну, как-то его там разбудить, пассажира, может быть, он уснул, а пассажир был мертвый. Они его похоронили, при этом, что, повторюсь, никто при этом не присутствовал, ни врач, чтобы засвидетельствовать смерть, ни родственники Лаксмана. Они, ну, как бы, как иностранцы, ну, как человека подозреваемого в том, что он иностранец, они его не стали хоронить на православном кладбище, похоронили на берегу речушки. И написали, что вот здесь похоронен Лаксман. Почему они решили, что Лаксман, может быть, он представился им Лаксманом, этот человек. Может быть, в бумагах, в багаже нашли какие-то документы, которые указывали на то, что он Лаксман. Ну, вот, тем не менее, как бы, его похоронили, этого человека. Потом пропал сын Лаксмана, Адам, который служил на Дальнем Востоке. Он спустя какое-то время, спустя несколько лет, он перестал упоминаться в формулярных списках. Точной даты смерти мы его не знаем, но указано, что вот после какого-то года Адам Лаксман больше не числился на службе. Что это значит? Ну, это могло быть два варианта. Либо человек умер, ну, и как бы, больше не заносился в списке на получение зарплаты. Либо облсвеста службы. Вот следы Адама Лаксмана теряются. А потом, спустя еще несколько лет, был такой российский посланник Головнин. Он прибыл в Японию, имел встречу с японцами, но их уже не пускали в японские порты. То есть с ними не хотели торговать. Отношения были испорчены. Они, кстати, ждали какое-то время, что приедет Лаксман. А когда Головнин сказал, вот мы вместо него, ему сказали, ну, а как вот, мы же этого человека ждем. И мы ему выписывали документы. Он говорит, оригиналы хранятся в Петербурге. Я могу показать только копии этих ваших договоренностей. Но вот японцы холодно приняли. И во время одного разговора Головнин услышал такие слова. Они ему сказали, у нас проживает Лаксман в Японии, но этот Лаксман голландец. Головнин попросил, но он говорит на русском языке. Головнин попросил организовать встречу с этим Лаксманом, потому что он жил в глубине острова. А японцы сказали, мы спросим у этого Лаксмана, захочет ли он с вами встречаться. И потом спустя время они ему сказали, он не хочет с вами встречаться. Кто этот был загадочный голландец Лаксман, который говорил на русском языке, это до сих пор загадка. Был ли это академик Лаксман, который самовольно перебрался в Японию? Был ли это его сын Адам Лаксман, который тоже имел техническую возможность перебраться? Почему? Потому что окрестные народы на Дальнем Востоке местное население, они на небольших лодочках, путешествуя от острова к острову, по гряде Курильских островов, они добирались до Хоккайдо. И вполне возможно, что он уплыл с ними туда. Но почему, скажем, он не хотел встречаться с русскими, с этой русской экспедицией, прибывшей в Японию? Дело в том, что японцы, ну, скажем так, были заинтересованы брать с людей, которые захотят у них там поселиться и жить, слово, что как бы они прерывают все связи со своей бывшей родиной. Ну, то есть как бы человеку нужно было определиться, остаешься ты здесь жить, и тогда тебя принимают, и тогда это уже навсегда. Либо ты гость, но ты обязан отсюда уехать. Возможно, ну, как бы Лаксман опасался, либо тот, либо другой, что его могут наказать за самовольное убытие в Японии. Возможно, сами японцы уже не хотели их обратной страны выпускать. Но вот кто этот был Лаксман, кто этот был японский Лаксман, был ли он на самом деле голландцем, ну, тогда почему он знал русский язык, был ли он академиком Лаксманом, Эрихом Густавом, бывшим лютеранским пастором, был ли он его сыном Адамом, ну, это такая вот загадка, которую предстоит просто наверное разгадать кому-то, я вот пока не разгадал, но что самое интересное, японцы до сих пор хранят память вот об этой экспедиции Лаксмана, о пребывании этих японцев, которых он фактически спас, вот, японцев, оказавшихся в России до результате этого кораблекрушения. В Японии была вот эта выпущена книга, написанная Кадай о путешествиях в России, где он описывает очень интересные заметки, она переведена на русский язык, в 70-е годы она публиковалась в России, ее можно сейчас найти в интернете, отсканированную, кто хочет, я думаю, может ознакомиться вот Кадай, путешествия в Россию. А потом японцы пожелали снять фильм художественный, вот об этих приключениях своих японцев и уже в перестроечные времена этот фильм сняли. Он называется фильм «Сны о России». Очень красивый художественный фильм, очень костюмированный, японцы его финансировали, ну, наряду с российской стороной. Там роль Екатерины Второй играет Марина Влади. Я вот сейчас даже, наверное, не воспроизведу, но там играет множество советских, российских актеров. А роль Лаксмана предложили сыграть Олегу Янковскому. Вот почему выбор пал на Олега Янковского, трудно сказать, но как бы портретного сходства у него с Лаксманом не наблюдается. Почему? Потому что к моменту начала съемок никто не знал, как выглядел. Как выглядел Эрих Густав Лаксман. И считалось, что нет прижизненного портрета. Но потом его обнаружили. Один из потомков Лаксмана пошел по дипломатической стезе и служил российским послом, посланником в Португалии. А после революции они там, ну, после 17-го года, собственно, они там остались. И вот у этого потомка Лаксмана нашелся портрет Эриха Густава Лаксмана, его предков. Он написан при его жизни. Он передал копию этого портрета в Россию. Она сейчас хранится в музее в Тольце. У нас этот портрет есть, я думаю, вы его покажете. Я повторюсь, сходства с Олегом Янковским нет, но мне кажется, вот Олегу Янковскому удалось в этом фильме передать образ Лаксмана, потому что Лаксман был очень любопытный человек. И вот Олег Янковский его играет вот таким, знаете, своеобразным сумасшедшим ученым. Я думаю, здесь как бы недалеко от правды, потому что Лаксман действительно мог не есть, не пить, забывать про то, что ему за это еще и деньги платят. То есть он был весь погружен в эти научные открытия. Он говорил постоянно только о науке, кого бы он не встречал по пути. Мне кажется, Олег Янковский живо передал алтайского пастора и большого ученого Эриха Густава Лаксмана. Он хорошо, мне кажется, передал его образ. Я вам советую всем посмотреть этот фильм «Снея России». Он тоже выложен в интернете в свободном доступе, на нормальном русском языке, с блистательными актерами. Повторюсь, очень костюмированный, интересный фильм. Но я обещаю вам, если мы не нарушим никакие права, мы должны проконсультироваться. Мы ссылочку обязательно выложим после этой программы на нашем канале, чтобы люди могли посмотреть эту исключительную историю. Ссылки, это, наверное, правда решать юристом. А вот я думаю, вот относительно этих гравюр того времени 18 века, я думаю, тут никакого копирайта нет, можно их показать. Мне кажется, зрители с большим удовольствием посмотрят. Они где-то, может быть, нам как-то кажутся юмористическими, но вот это взгляд японцев на Россию. И самое интересное в сегодняшней программе то, что все это сделали протестанты на благо нашей страны, открыли Японию для нас. Такие были неугомонные лютерани, но фактически, я повторюсь, это же была первая российская экспедиция в Японию, которую возглавил из России, ее возглавил лютеранин. Лютеранин, рожденный в городе Барнауль. Наш лютеранин. Удивительная мечта попытаться найти либо доказать следы пребывания уже Эриха Густава Лаксмана в Японии, либо найти его могилу в России. Учитывая, что у него есть живые потомки, с кем можно провести генетическую экспертизу, осталось только поехать в окрестность Китобольска и разыскать эту могилу. Примерное месторасположение этой могилы известно. Это археологический раскопки, это деньги. Мне кажется, ведь, я думаю, если российское научное сообщество, потому что о Лаксмане пишут и как и о химике, и как человек, увлекающийся нейрологией. То есть его в научном сообществе, в современном российском, Лаксмана вспоминают довольно часто. Мне кажется, может быть, это научное сообщество заинтересуется увековечиванием его памяти. Вот, например, я имею в виду где-то в Санкт-Петербурге, где-то вот с поиском могилы. У нас, к сожалению, в городе Барнауле, вот при том, что здесь жил такой великий человек, и он делал славу и Алтаю, и вообще Сибири, и России, но в Барнауле даже вот какой-то маленькой улочке, не названной его именем, это тоже, мне кажется, такой наш минус, наше упущение. Я думаю, властям бы надо об этом задуматься и попытаться как-то увековечить память. Не так много академиков взвало на Алтаюе. Я с вами полностью согласен и надеюсь, что кто-то из барнаульцев и покажет нашу программу, нашу передачу, может быть, вашему мэру, может быть, губернатору, чтобы люди тоже узнали, посмотрели и поняли, какие барнаульцы жили в их городе, что они сделали для нашей страны, для России, какие открытия совершили, тем более он был академиком Шведской Академии Наук наравне с Ломанасом. И Петербургской. И Шведской, и Петербургской Академии. Спасибо вам, Александр, огромное за такой удивительный исторический рассказ. Вклад протестантов в Россию, этого не отнимешь, этого из истории уже не вычеркнешь. Спасибо вам большое. Прошу прощения. Если наши передачи продолжатся, я расскажу про еще одного академика, академика Петербургской Академии Наук Лютеранина, жившего здесь на рубеже 18-19 века. Ожидаем. С нетерпением вы ждали. Это был Вильгельм Геблер. В следующих программах ожидаем ваших историй. Я напоминаю нашим зрителям, что это был канал «Взгляд с небесный». Я епископ Альберт Раткин и наш удивительный рассказчик, историк, епископ Лютеранской Церкви город Барнаул Александр Франц. Благослови Господь. Спасибо. Спасибо. Спасибо.